Добрый день, уважаемые подписчики, с вами юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. И в этом видео мы разберем темы, как бесплатно получить землю для строительства и что такое свертут на земельный участок и для чего он нужен. Друзья, а перед тем, как я начну, попрошу вас поставить лайк авансом, поскольку ваша активность помогает продвижение видео и придает мне мотивации делать для вас видео чаще. Поэтому давайте поддержим лайком. Поехали! Бесплатно получить землю, чтобы построить дом, реально, но не совсем. Проверьте, может вы попадаете в категорию избранных. Причем часто для этого не нужно быть льготником или человеком сложной судьбы. Бесплатно дают землю и простым гражданам. Но расскажу об этом обо всем по порядку. Бесплатная земля. Бесплатно в собственные земли для строительства собственного дома могут получить. Первое. Многодетные. Здесь в каждом регионе свои правила. Где-то достаточно просто иметь три и более ребенка. В некоторых областях, например в Московской, нужно, чтобы у членов семьи отсутствовало иное жилье. И семья жила в Московской области более пяти лет. Второе. Герои. Различные категории героев. Советского Союза, РФ, СУЗ труда, труда. Могут претендовать на внеочередное получение земли без торгов. Причем от степени присужденного звания может отличаться размер полагаемого участка. На 20 суток могут претендовать герои РФ, а на 8 герои труда. Третья категория. Инвалиды. Бесплатно дают только в тех регионах, где есть специальный закон. Но инвалиды и семьи, имеющие инвалидов, точно могут брать без торгов в аренду земельного участка. Эта обязанность у них прописана на федеральном уровне. Четвертая категория. Военные. Военные имеют право на землю, если служили более 10 лет. Проходят службу по контракту или служат за пределами РФ. Или на крайнем севере. Бесплатная аренда. Но если вы не относитесь ко всем этим категориям, шанс на бесплатную землю все равно есть. Можно получить землю не в собственность, а безвозмездное пользование вот кому. Тут все отдано на отпуск региональным законам. Законы могут устанавливать, что дают бесплатную землю на некоторых территориях. Самый из них знаменитый дальневосточный гектар. Или земля может быть предоставлена работающим по определенной специальности или в определенной местности. Земля дается на 6 лет, но через 5 лет, если вы построили на ней дом, можно написать заявление, чтобы она перешла вам в собственность. Давайте здесь прервемся и поставим лайк, чтобы видео могло попасть в ленту рекомендованных. А мы продолжаем. Что такое сервитутный земельный участок и для чего он нужен? Вы приобрели земельный участок в целях индивидуального жилищного строительства. Пришло время провести электричество и водоснабжение, но возникает проблема. Коммуникации к используемому вами участку не подвести. Вам мешает соседний участок. Данную проблему возможно решить путем заключения соглашения об установлении сервитута. В соответствии с пунктом 1 статьи 274 ГК РФ Собственник недвижимого имущества, земельного участка, другой недвижимости вправе требовать от собственника соседнего участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка, соседнего участка, предоставление права ограниченного пользования соседним участком сервитута. В соответствии со статьей 39.23 земельного кодекса соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в случаях установленных гражданским законодательством, настоящим кодексом, другими федеральными законами и, в частности, размещением линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка. В положении пункта 5 статьи 39.26 земельного кодекса наделяет лицо возможностью заключения соглашения об установлении сервитута, а также правом на обращение в органы регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете земельного участка, применительно которой заключается соглашение об установлении сервитута. Перед заключением соглашения об установлении сервитута стоит убедиться, что границы земельного участка на одной из части, которого планируется зарегистрировать ограничение или обременение в виде сервитута, установлены. А в случае отсутствия границ, предполагаемой к использованию части участка, выполнить работы по межеванию, поможет кадастровый инженер, к услугам которого потребуется обратиться. Ссылку на оставление заявки на услуги кадастрового инженера вы найдете в описании под этим видео. Это нужно для образования нужной вами части в качестве самостоятельного объекта и для дальнейшей постановки его на кадастровый учет. Если вам необходимо право ограниченного пользования частью земельного участка сроком менее трех лет земельный кодекс разрешает обойтись без проведения межевания. В этом случае граница его действия определяется в строгом соответствии со схемой на кадастровом плане территории, прилагаемом к соглашению об установлении сервитута. Заявление о предоставлении данной услуги вы вправе подать в электронном виде на едином портале госуслуги. Друзья, жду ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Здесь советы, которые помогают быть юридическими грамотными в вопросах с недвижимостью. До новых встреч. Пока-пока.